За 15-й год, номер один. Так, значит, что? С Новым Годом поздравляем. Ничего хорошего, Новый Год не светит, продукты дорожают, все дорожает. Значит, в январе Луна рекомендует, всегда можете посмотреть, что делать с учетом лунного цикла. И это очень хорошо согласовывает. Так, теперь вот интересная, большая статья в познавательно-практическом разделе о гипертонической болезни. Значит, я взял эту тему, проработал капитально. Здесь у меня, чтобы человек понимал, и общее кровообращение, в чем оно заключается, и особенности, самое главное, строение сосуда. Почему возникает давление? Да потому что ввиду сложности строения кровеносного сосуда, он имеет несколько оплеток, в том числе мышечную, которая под действием эмоционального какого-то фактора, то есть человек волновался, что-то переживал, и вот этого черта характера у него постоянно заставляет повторяться подобным волнением, по любому случаю, надо, не надо. Сосуды сжимаются, просвет у них уменьшается, а назад они полностью не могут расслабиться, чтобы кровь текла спокойно. И в результате получается, что сосудики слегка спазмированы, и причем, смотрите, кровь должна располагаться у нас по всему организму равномерно, особенно в руках, ногах, то есть в конечностях. А когда у нас происходит вот такое вот сжатие, то в мышцах сосудов, особенно это наблюдается на периферии, в руках, ногах, то кровь больше поступает в центр и начинает, естественно, здесь больший объем крови циркулировать, и возникает вот эти все давления. Давление возникает, начинает болеть голова, стучит в висках, ну и все такие прочие, прочие, прочие. Поэтому делаются такие простые вещи, для того, чтобы расслабить мускулатуру на руках, или же отвлечь кровь от центра к рукам, ногам. Значит, делаются просто-напросто ванночки теплые, в результате сосуды расширяются, расслабляются, и кровь отсюда оттекает, тем самым давление здесь, в центральных сосудах, уменьшается, нормализуется. Ну и, естественно, я тут капитально все это представил, это так я вам в сути рассказал. Суть рассказал, в чем, на мой взгляд, особенности, вернее, механизм гипертонии, в чем он заключается. Вот. Какое там давление? Артериальное, венозное, максимальное, минимальное, то, чтобы все вы понимали, с чем вы столкнулись, если у вас поставлен диагноз гипертонии. Вообще, что такое за слово гипертония? От каких слов оно происходит? Гипертония происходит от греческих слов, хипер, чрезмерный, и тонус, напряжение. То есть, вот она в этих двух словах вся суть гипертонии. И далее пошли, что там, гипертонический кризис, какие-то там стадии бывают, и так далее, и тому подобное. Так. Значит, какие гипертонии бывают? Значит, бывают несколько видов. Артериальная, внутричерепная, портальная, легочная. Все это имеет свои особенности, естественный подход. Но, в общем, все это вот где-то вот так, как я и сказал. Значит, процессы, происходящие в организме при развитии гипертонической болезни. Вот шум систолический, аневризма, сердце, сердце расширяется, выпячь, истончается стенка миокарда. То есть, давление настолько большое становится, что сердцу надо качать, качать, качать. Из-за этого, из-за того, что она напрягается, оно просто-напросто и создается там большое давление. Уже, знаете, как вот нормальная шина. То есть, вы ее накачали, а где-то имеется слабина, и в этой шине только раз, такая грыжа образовалась. Вот нечто подобное возникает и в сердце. Чтобы было ясно, понятно. Ишемия, местное снижение кровообращений, часть обусловится сужениями или полная закупорка просвета артерии, приводящая к временной дисфункции или стойкому повреждению тканей и органов. Вот все это описано. Причины, причины. Вот я исследовал причины, и там, значит, они подразделяются так. Те, которые до проявления гипертонии имеются, знаете, такие причины и, как бы сказать, начало всего-то. Потом уже легкая форма гипертонии, своеобразные причины, от чего она проявляется и дальше, как это проявляется. В средней тяжести, большой тяжести, что там надо делать. И в основе, в основе, вот самых первых причин, согласно физиологическому учению Ивана Петровича Павлова, это является психоэмоциональное возбуждение, которое создает так называемые застойные очаги возбуждения. И в результате происходит длительный спазм кровеносных сосудов, поднимающих артериальное давление. Именно вот эти вот мышцы, которые в артериях, опа, спазмировались и пошло. То есть, то по такой трубе надо кровь прокачивать, она легко и свободна. А то вот по такому диаметру. Это уже совсем другое дело. И знаете, что еще происходит? Происходит, что после перенесенных вот таких вот разного рода волнений, у человека происходит неполное расслабление этой мускулатуры. Это раз. Второе. Стоит ему только немножко поволноваться, как этот спазм опять возобновляется. Только оп! Опять его схватило. И в результате мышцы сжались, оплетка вокруг артерии. И возникает давление. И с возрастом, с возрастом, и с... Это все чаще и чаще повторяется. И приобретает стойкие, стойкие такие показатели. Оно уже особо и не расслабляется. Поэтому тут начинают применять различные средства. Ну вот дальше я говорю профилактика лечения гипертонии. То есть я пришел к выводу. С гипертонией можно очень легко бороться путем изменения, изменения черт характера. Чтобы человек на ту или иную ситуацию, он реагировал совершенно иначе. Без эмоций. А более, так сказать, понятийно. Что от него требуется. А не паниковал. Ах, 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 ах. Вот. Ну и естественно, если где-то там возникают проблемы с питанием. Это тоже зависит от черт характера. Значит, надо изменить питание, чтобы кровь была менее густой. Вот. Продолжение следует. То есть статья большая такая, полновесная, хорошая. Прочитав ее, вы можете прекрасно понять суть заболевания гипертонии и избавиться от него. Так. Вопрос-ответ. Пяточная шпора. Что там такое? Волновая генетика как метод лечения, сдавления, моложения. Звуки, символы азбука и слова введения. То есть после того, как я познакомился с волновой генетикой, которое, как бы сказать, это современное направление, которое лежит в основе заговоров, образно-эмоциональных настроев и всего того древнего непонятного целительства, которое дошло до нас. Но мы не понимаем. В соответствии с каждой буквой, с каждой, значит, звуком идет подключение к определенным силам, которые, будем говорить, могут как положительно воздействовать на организм человека и на его судьбу, и на его, как бы сказать, благоприятное окружение. Так могут они и разрушать. И вот тут я как раз привожу методику красивых слов. После того, как я позанимался этой методикой, вот знаете, пришли такие вот интересные, интересные стихи. Они просто пришли и записал. Ну, такое. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне, я это знаю, чудесной, дивной красоты. Оно, основа существа, заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь. Что вечно, вечно, вечно длится. Его я вспомнил, произнес. И чудо дивное случилось, ведь счастье брызнул из меня. И время юности явилось теперь. Живу, люблю, творю. А слово тайное храню. Поэтому у каждого есть свои тайные слова, повторяя которые, записывая которые. Он совершенно становится другим человеком, меняется энергетика, подключаются совершенно иные силы. И пошло такое вот интересное, могу, дело. Вот как раз я тайну слова, которое я сейчас вам рассказал. Потом еще более мощное стихотворение Мера Мироздания. Вы можете его почитать. И кто как писал. Вот здесь Анастасия Солнышко. Мое прекрасное здоровье. Вы можете почитать, как она это делала. Шесть целебных звуков. Просто-напросто у нас уже вышло время. Представление этой газеты. Но это очень интересная вещь. Откуда и не идут эти звуки. И что они делают. То есть каждый орган, каждая функция звучит. Звучит энергетика. Имеет свойство отражаться в звуке. И повторяя звук, тем самым мы подсюбим энергетику. Энергетику той функции, которая в это время. Значит, пневмония, рекомендации. Вот, 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 вот такая вот газетка. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.